Когда на танцпол выходит Фёдор Полянский, перестаёшь обращать внимание на шикарные наряды его партнёрши. Танцор из Москвы всем своим видом показывает ему под силу любое па. И только за кулисами признаётся, всё не так просто, как кажется со стороны. Потому что ноги устают, девушки смотреть на какой танцуют, да, очень высокий каблук. Поэтому сразу в тапочки, потому что иначе сводить начинают мышцы. В шикарной платье туфли меняются сразу на тапочки и халаты, как только спортсмены покидают танцевальное поле. Дело в том, что каждый танец поднимает огромное количество сил. И участники соревнований используют каждую минуту, чтобы отдохнуть. Возить на соревнования вещи, в которых удобно, спортсмены не стесняются. Комфорт в их деле – один из залогов успеха. Поэтому и на разминку в валенках тут никто не обращает внимания. Алексей и Ариадна только начали свою карьеру, но уже показали, на что способны. Они впервые представляли Саратов на крупнейшем в Европе турнире. Откуда привезли золотую и бронзовую медали. У начинающей пары тоже есть свои секреты успеха. Работаем много. И талисман у нас один. Талисмана мы не всегда берём, но мы работаем много. Тренер чемпионов добавляет олимпийского чебурашку. Алексей и Ариадна всегда берут с собой на серьёзные соревнования. Вот только попасть в число участников получается не всегда. Любой турнир, мероприятие дорогостоящее. Расходы ложатся на плечи родителей. Наряды дорогие. А потом ведь в конечном итоге все-то за свой счёт и занимаются. Ездят на турниры за свой счёт. А сопровождающие они тоже за свой счёт. Победить в Германии начинающим спортсменам в этот раз помогла администрация Саратова. В противном случае осилить траты европейского масштаба родителям было бы не под силу. Угодить жюри в таком конкурсе дело сложное. Любое лишнее украшение может испортить результаты. Ведь даже количество страз на теле и одежде строго регламентировано. Любой перебор в гламуре и пару могут снять соревнований. Марина Рыжкова, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.